Прошло более полувека и вот я стою перед фасадом нашей 91 школы. Много лет прошло, мы были совсем маленькие и сейчас мы уже умудренные опытом пришли в нашу школу с одноклассниками посмотреть какая она и что здесь изменилось. Вот наш двор. Вот мы зашли в фойе, оно совсем не изменилось, такое же. Сейчас пахнет краской. Краской. Вот. А это я иду по коридору. А вот сейчас я вам покажу. У себя в кабинете, да? Так, вот есть киношкола. Ничего не поменялось. Вот он сам. Вот он сам. Темно, правда, но... Мне будет темно, конечно. В той двери это я учился в первом классе. А встань, пожалуйста, в той двери, где ты учился в первом классе. Вот, я сейчас встану. Да, точно. У нас был класс А. Я уже встану. Вот. Выходи. Вот здесь я учился в первом классе. Здесь бывает преподавать квадрогрегулируемые канаваловым качеством. Вот. 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 Палеты дикие совершили. Вмещение он, конечно, хочет соревноваться. А. А этот двери был в двух. В. 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 Вот там есть столовая, по-моему, нет, или столовая внизу. Короче, вот там спортзал, если хотите посмотреть. Построили когда это все? В 1966 году, после землетрясения. И здесь стали учиться Света Рашидова и другие дети. Саида Каримова здесь училась, ее сестра двоюродная. А Алишер Вахидов мой одноклассник. Они со Светой уже в браке состоят 40 с лишним лет. Институт Вахидова, это же, я говорю, что идем в спортзал, в направлении в спортзал. Это новое здание. Раньше спортзала здесь не было. О, шкона, это столовая. Это шкона, да. Вот, смотрите. Это шкона. О, шкона, значит, столовая. Это уже достижение организации. Это спортзал. Вот это вот спортзал. Внутри там, закрытая дверь. Ну ладно. Вот в этом классе я учился в пятом классе. Он сейчас закрыт. Я тоже помню, что мы в разных классах учились. Я и здесь, по-моему, училась. Первые четыре года мы в том учились. Мне кажется, что вот здесь вот была... Вот здесь... Эти полы здесь были всю жизнь. Эти полы здесь были всю жизнь. Да, 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 да. Мы по ним ходили. А сколько классов? 50 лет назад. Полы стоят? Да. Нет, не стоят. Я не знаю, что такое. Это что такое. Это учительская. Это учительская сейчас. Это учительская. Ну, когда-то был наш класс, я занималась. И потом у меня влаза вот так вот там, или тут, где... Да. ...соем. Мы вышли из школы, посмотрели все, что там можно было увидеть за этот короткий промежуток времени. И сейчас мы собираемся ехать в район Илусабада. И оттуда мы поедем в район Гидро. Это где раньше был завод Узбек-Сельмаш. В тех краях жила моя Роза, там ее школа. И наши планы сейчас входит приехать туда и посмотреть. А пока мы выходим с территории этой улицы Педагогической. И едем на Илусабад. Ну, вот. Мы уже на Илусабаде. Это улица Ахмед-Даниш. Это остановка, я напомню, где когда-то был маленький базарчик, не доезжая одной остановки до магазина Петушок в детский мир. Вот здесь сейчас сделали вот такой базар. Раньше он был здесь маленький. Его сделали получше. А мы пока же на машине едем в сторону Узбек-Сельмаша. Это бывшая улица Энгельса перед нами. Вот с правой стороны мы хорошо видим вышку телевизионную. И под ней внизу был когда-то парк Победа. Сейчас нам сделали аквапарк. Мы остановили частный автомобиль. Здесь очень даже развито вот этот частный извоз. И быстро мы перемещаемся всегда по городу. Не надо долго стоять ждать автобусы. Останавливали любую машину. И сейчас вот мы едем как раз в сторону Узбек-Сельмаша. С правой стороны мы видим вот этот аквапарк. На территории бывшего Парка Победы. А вот здесь мы делаем поворот налево. Это когда-то была улица Джохан Абидовой. А сейчас эта улица называется Багишамал. Мы делаем вот этот поворот как раз на эту бывшую Джохан Абидовой. Здесь когда-то были трамвайные пути. И ходил второй и шестнадцатый трамвай. На буквально две остановки. Там была конечная. Завод Узбек-Сельмаш. Сейчас завода этого нету. А я вам расскажу такую короткую предысторию. Что этот завод был эвакуирован во время войны в сорок первом году из Ростова. И здесь делали для фронта, для победы. Различные снаряды и различную технику для того, чтобы победить Великой Отечественной войне. Розен Папа работал на этом заводе с сорок первого года. Он здесь проработал больше чем полвека. Был ветеран завода. И они жили буквально через дорогу напротив завода. Я потом покажу этот дом. Здесь этот дом, где они жили, он был заводской. Его строили военнопленные японцы. А пока же вот мы вышли из машины. И с левой стороны мы видим дом как раз, где жила Роза. Это другой дом. Они потом получили новый дом. Новую квартиру, вернее. И в этот дом я приходил когда-то. Это были в начале 70-х годов. Когда я только познакомился со своей будущей женой. Я вот приходил вот сюда. Этот двор и вот этот дом. И вот это только построили. Сейчас мы подойдем к ее подъезду, где они жили. В этом дворе выросли мои дети. Вот этот подъезд, третий этаж. Раз, два, три, туда наверх. Это был их балкон. Вот третий этаж. Ну, мы вот посмотрели на этот дворик. Двор тот же самый. Деревья чуть побольше выросли. А сейчас вот мы подойдем к соседнему дому. Вот здесь вот наверху. Это где вот как раз они жили. Родители моей жены. Когда они в 41-м году получили квартиру. Вот в этом доме. Вот этот дом строили японские военнопленные. Сейчас мы зайдем туда во двор. Вот их окна были когда-то. Здесь толстые стены. Наверное, полметра толщиной из кирпича сделаны. Вот мы зашли на территорию двора. Вот здесь их подъезд был. Ну, вот здесь, вот она мне говорит, здесь ничего не изменилось. Все такое же обшарпанное, как было, наверное, в 41-м году. Вот здесь вот водопровод с очень вкусной водой, помню. В Ташкенте всегда была вкусная вода. Такой зеленый дворик. Фруктовые деревья там. В этот двор я тоже приходил когда-то. В начале 70-х годов. В 73-74-й год. Вот, а мы уже выше со двора и идем. Вот перед нами напротив 105-я школа. Здесь они учились. Здесь все рядом. Их не дома, а школы. Это все это был район заводской. И здесь все, кто работал на заводе, они здесь жили. Здесь они учились. И мы сейчас зайдем в школу. Посмотрим. Вот улица. Второй Минк. Урюк. Называется эта улица. Она и тогда так называлась, она и сейчас так называется. Вот мы зашли в школу, а здесь как раз сделали ремонт. Только покрасили вот полы. Даже не только покрасили, а она красила полы. Вот ради нас она приостановилась, чтобы мы могли пойти в школу. Полы здесь еще не докрашенные. Всегда приятно зайти в свою школу, в которой ты не был в полвека. Вот утром мы были в моей школе, а сейчас мы пришли в ее школу. Ну вот. Пошли мы на выход. Вышли во двор школы. Здесь спортивная площадка. Пошли посмотрели. Ну вот я потихонечку буду заканчивать свой этот небольшой фильм. Подписывайтесь на мой канал. Постараюсь еще что-то интересное найти и показать вам. Будьте все здоровы и благополучны. И до новых встреч. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова